И только сила любви может освободить внешний и внутренний путь человека и превратить унылый день в счастье сияющего творчества. То есть если нет в душе любви, если человеческое сердце не настроено на волну любви, на вибрации любви, то никакого творческого потенциала и реализация этого творческого потенциала через этого человека не сможет произойти. И только та любовь, что умеет быть в лета и приложена в делах серого дня, будет живой любовью и движением единого. Поэтому помните, мы неоднократно с вами проговаривали о том, что карма творится каждодневно в буднях наших с вами, проживаемых. И как мы себя ведем каждодневно среди тех своих родных, близких, среди нашего окружения. Проявляем ли мы любовь и благодарность во взаимоотношениях или не проявляем, да? То есть это и сотворяет всю нашу кармическую программу жизни. Поэтому каждая секунда нашей жизни должна быть наполнена любовью. Пока есть любовь в сердце, человек будет жить. И только утвердясь в живой любви, то есть неся ее всем, человек перестает быть одиноким. То есть это понятие исчезает для человека. Вот когда люди говорят, что они одиноки, что им так плохо. Вот на тонком плане их душа говорит, что она не имеет любви. В душе у человека нет любви. Не активизирован огонь божественной любви. Поэтому и одиночество таким вот образом ощущается человеком. Поэтому тот, кто принес земле песни торжествующей божественной любви, благословил свой день и войдет в новую атмосферу сил и знания. И войдет в будущее. Чем больше условной любви сбрасывать в себя, тем больше любовь истинно-человеческая будет просыпаться в человеке. Поэтому, чтобы дойти до живой в себе истины, надо развивать в себе любовь к человеку. Субтитры создавал DimaTorzok